так ну что друзья всем привет подключаемся давайте проверим связь как меня слышно видно поставьте пожалуйста от одного до десятки циферки в чате насколько меня сейчас видно и слышно здесь вот я вижу один спикеров уже самым первым ответил иван родионов привет давайте друг друга поприветствуем друзья восклицательными знаками зажима зажимайте клавишу shift нажимайте 09 09 09 это наши аплодисменты в пространстве вот давайте прямо сейчас также чтобы проверить связь напишите пожалуйста в чате кто еще не писал из какого вы сейчас региона из какого вы города напишите ваше время сколько сейчас на ваших часах потому что я сейчас нахожусь в городе чебоксара у меня сейчас двенадцать ноль ноль я знаю что сейчас на в барнауле если я не ошибаюсь сейчас шестнадцать ноль ноль дальний восток да город благовещенск сейчас восемнадцать ноль ноль да представляете какая география нашего бизнеса да вот я сейчас нахожусь у меня тут за окном светло самый разгар дня да у нас в этой же стране да есть город где сейчас уже вечер наступает и у нас с вами сегодня потрясающий вебинар от лидеров сибири и дальнего востока я про них говорю так когда ложится спать европа просыпаются они просыпаются сибирь дальний восток начинает работу их регионы и вот круглосуточный у нас вообще на самом деле бизнес да здорово иметь партнеров вообще в разных регионах россии мы сегодня с вами будем говорить о мужском бизнес-сообществе мбф да многие наверняка уже слышали о нас знают о нас да мы его запустили в прошлом году мощнейшим форумом который проходил здесь в городе чебоксары сейчас секунду слайды слайды у нас тут переключается одну секундочку который проходил у нас городе чебоксары а в прошлом году у нас собралось здесь порядка 1 тысячи человек в городе чебоксары прошел мощный форум вы сейчас видели короткие видеоролики да какие-то диалоги какие-то интервью с этого форума и сегодня в том числе выступят самые топовые лидеры вообще движения мбф вообще что такое движение мбф движение мбф оно было запущено уже на самом деле достаточно давно да во всех командах есть мужчины которые работают компания арифлейм наша задача на самом деле показать людям показать миру другой арифлейм совершенно другой с мужской точки зрения какой это мощнейший бизнес мы здесь развиваем мифы да вы потому что наверное в роликах тоже видели что очень много партнеров мужчин развиваются с компанией арифлейм и достаточно сильно на самом деле развиваются потому что они ездят на хороших автомобилях они покупают хорошие квартиры они путешествуют они у них очень крепкие сильные семьи просто об этом молчат но об этом не тичутся да потому что но скромняги понимаете мужчины же да он сделал у него есть зачем как бы но что-то об этом там где-то кричать на самом деле я думаю вы понимаете насколько крутые результаты есть у лидеров партнеров том числе мужчин а с компанией арифлейм и мы сегодня с вами будем говорить об этом сегодня выступят четыре сильнейших спикера сибири и дальнего востока сейчас я загружу слайд вот у нас сегодня выступает иван родионов да друзья я очень хочу чтобы вы максимально услышали сейчас историю развития историю трансформации да потому что а вот иван родионов пришел в компанию арифлейм будучи продавцом автозапчастей артем гифнидер да зам управляющей компании зам управляющей компании предприниматель до развития бизнеса с арифлейм антон долженко студент медицинского вуза вот например сколько сейчас вы знаете выпускников медицинского вуза вот у меня полно их в городе вот выпускаются идут работать менеджерами какие-то магазины да выпускники медицинских факультетов или уезжает там в москву поиска какого-то дохода виталий косицын директор директор гостиницы владелец летнего кафе вообще уникальная история потому что вообще для меня например дальний восток это вообще не знают вот но китай понимаете то где-то там мне очень интересно услышать раз как вообще развивается вот арифлейм вот в том уголке россии и сегодня они с удовольствием с вами этим поделиться поделиться этой из пусть эти истории кого-то из вас вдохновлят на новые вызовы на новые результаты пусть эти истории вдохновлят сегодня ваших новичков кто на этом вебинаре в общем начинаем всем успеха друзья включайте мобильные телефоны переключайтесь на вебинар зовите своих партнеров кто еще не зашел сделать массовую рассылку не знаю да я передаю слово первому спикеру иван радиола иван родионов старший бриллиантовый директор город барнаул приветствуем громкими овациями так раз два три всем привет как меня слышно отлично да александр не ошибся у нас уже 16 00 мы находимся где-то посередине всей нашей страны что ж у меня сегодня времени можно сказать в обрез знаете когда готовишься за короткий промежуток времени выдать информации на самом деле это самая трудоемкая работа потому что сказать много чего можно рассказать историю можно долго ее рассказывать но я подобрал для вас именно какие-то ключевые моменты значимые для меня на самом деле пока готовился к вебинару сейчас я включу слайды пока готовился к вебинару пришлось поднять архивы фотографии архивы воспоминаний что за это время было какими мы были до прихода в арифлейм что получили от арифлейм и на самом деле вот такая ностальгия такую ностальгию окунулся ну вот сегодня я весь день потратил на это неспроста вот нашел вот эту фотографию которая сейчас на первой на первом слайде это наш первый банкет директоров вот первая тысяча долларов ребят я всем желаю получить этот чек у нас в команде есть такой знаете можно сказать тос да что ты сделаешь с этой первой тысячи долларов почему такая значимая скажем так купюра да потому что на самом деле вот в мире многие люди зарабатывают тысяч тысячу долларов какой-то определенный срок кто-то зарабатывает тысячу долларов за полгода кто-то за один месяц кто-то зарабатывает за час кто-то зарабатывает за пять минут и все эти люди по-разному распоряжаются этими деньгами я хочу вам пожелать чтобы вот тысяча долларов это не был какой-то для вас скажем так какой-то целью до заработать тысячу долларов чтобы ваши расходы умещались как можно большее количество таких чеков да чтобы у вас были большие цели на самом деле то есть вот даже в тот момент для нас когда мы посетили этот банкет у нас уже было открыто звание старших золотых директоров то есть мы получили чек на тысячу долларов но уже были готовы получить чек полторы две и три тысячи долларов то есть это для нас был старт в бизнесе поэтому мы всегда говорим ставьте перед собой большие цели ставьте перед собой большие цели если целится в луну забор точно перепрыгнуть и так но давайте вернемся к теме смотрите да арифлейм я на самом деле вырос в обычной семье то есть вот такими мы были такими мы были обычные ребята родители у нас не богачи я вообще из обычной семьи расскажу вкратце свою историю то есть когда мне было 18 лет я учился на втором курсе по защите информации нашего политехнического барнаульского университета и честно говоря я понял то что с компьютерами я делаем ведь не хочу и на тот момент родственники помогли мне устроиться на завод то есть я числился взял академ по моему не помню уже точно в общем говоря завязал с учебы и пошло работать на завод ремонтировать сети компьютерные проводить эти сети администрирование компьютеров то есть завод находился в 50 где-то 40 километрах от барнаула добираться до него то есть это соседний городок добираться до него мне приходилось утром и вечером один час то есть чтобы доехать до работы час и чтобы вернуться с работы один час я понимаю что для москвы это норма но для нас для нашего региона это был адский ад вот но самое что интересное то есть по меркам даже 2008 года я зарабатывал 6000 рублей ребят под 6000 рублей как вы думаете это много или мало может быть кто-то помнит те года на самом деле даже тогда эти деньги вот уходили у меня просто на проезд и проживание до работы и с работы меня хватило на три месяца меня хватило на три месяца я решил оттуда уволиться вот тогда весь мир ополчился против меня родственники сказали что я им доймаюсь надо было карьеру создавать ну можно сказать так пропащий сын получился я решил найти более такую зарабатываемую какую профессию и мне кто-то сказал то что шиномонтажники неплохо зарабатывают я устроился вот в обычную шиномонтажку кстати вот это вот место работы где написано шины там я и начал свою карьеру проработав я не помню туда устроился чтобы закрыть свои долги у меня на тот момент уже по моему был один кредит взят был по дурости у кого есть кредиты думаю знакомая история всем то есть я устроился чтобы вот смотрите устроился на работу чтобы закрыть кредиты и накопить на собственный бизнес но вот эта рутина она меня были хорошие заработки на самом деле то есть в какие-то месяца там я зарабатывал по 50 и по 80 тысяч рублей ну кому знакомо это то есть от сезона до сезона в ташино да любой бизнес в принципе так работает и прошло два года прошло два года кредиты были закрыты но я не накопил как вот мечтал на свой бизнес ни копейки то есть все деньги которые мною зарабатывались они тратились тогда я понял что что-то идет не так на тот момент я прочитал уже серию книг богатый папа бедный папа что-то вот голова начала думать может быть в правильном или неправильном направлении точно сказать не могу но тем не менее я решил то что ну нужно что-то менять своей жизни я пошел еще куда-то устроился в итоге я вернулся опять в эту организацию но будучи уже продавцом проработал продавцом на розничных продажах я благодарен тому периоду за то что я научился общаться людям с людьми знаете как оказалось для меня вот просто даже подойти к незнакомому человеку который зашел в твой магазин и что-то спросить у него для меня это был большой барьер то есть я могу сказать так навык коммуникации навык коммуникации он не врожденный его может наработать абсолютно любой человек навык коммуникации навык продаж мне было трудно но я в тот момент себя переборол далее я работал продавцом на опте в итоге я уволился с данного места работы будучи управляющим отдела отдела продаж скажем так одной из линеек все было хорошо мы были молоды я на тот момент уже познакомился с Аленой она была в Арифлейм она меня не тянула я сам в Арифлейм не тянулся и скажем так те доходы которые у нас были они нам позволяли существовать прекрасно просто прекрасно мы путешествовали сегодня открывал архив фотографий у нас каждую неделю каждый выходные мы где-то были то есть куча куча фотографий но знаете не было такого что мы прям путешествовали в другие страны как правило вот как посередине фотография да там какое-то покрывало на берегу речки я думаю тоже многим всем это знакомо да выезжали с друзьями просто отдыхали то есть жизнь происходила так на житейские какие-то радости нам всегда денег хватало но в определенный момент он знаете как правило наступает с рождением ребенка просто встал выбор что делать дальше получилось так что мы отметили нашу свадьбу отпраздновали и у нас появилась приличная сумма денег я уволился с работы мы решили поехать в таиланд на полгода пожить то есть все вот эти деньги мы решили прокутить как это говорится хорошо отдохнули у нас эта поездка очень сильно на нас повлияло тогда я уже якобы присоединился к рефлейм и мы были ну это в принципе не помогло нашему бизнесу потому что мы оставались на уровне 9-12 процентов в основном за счет личных продаж то есть но по большому счету мы не рекрутировали не рекрутировали и бизнесу относились как хобби больше то есть серьезных каких-то действий с нашей стороны не было уехали в таиланд и просто пожили в другом ритме то есть мы поняли как мы хотим жить через полгода как мы вернулись мы уже у нас нас ожидал ребенок скажем так и это очень сильно нас мотивировал потому что деньги подходили к концу вот эта вся подарочная часть со свадьбы и нужно было что-то делать варианта было два либо мне возвращаться на работу даже не имея образование я с уверенностью могу сказать то что в любом городе можно найти работу с доходами от 30 до 50 тысяч рублей при желании но это как-то меня не мотивировало потому что мы уже на тот момент понимали каких расходов требует ребенок будущее поколение чем он старше становится тем соответственно расходы больше ну вот для примера я могу сказать то что вот на данный момент расходы на нашего сына он пока у нас один составляют порядка 50 тысяч рублей это садики секции бассейны там фортепиано учитель к нему приходит то есть ну знаете маленький ребенок это большой пассив я думаю тоже многие с этим согласятся то есть естественно я помню тот период когда я был маленьким да и нашим воспитанием то есть 90-е годы мало кто занимался этих детей называют в шутку дети с ключом на шее которые предоставлены сами себе интересные воспоминания да но тем не менее я как бы не хочу такого детства своему ребенку то есть дать какое-то образование чтобы он занимался спортом чтобы у него был была тяга чего-то достигать я считаю это правильным вот ну и соответственно ну и соответственно решение было принято не возвращаться на работу потому что это все ограничивало возможные финансы которые там можно зарабатывать перспектив никаких нет либо либо начинать бизнес серьезно с Арифлейм мы начали то есть дата старта это был август 2013 года август 2013 года спустя пять месяцев мы открыли квалификацию директора и спустя полгода начали уже открыли ип и начали получать доходы как Арифлейм повлиял на нас то есть ну вот я тоже некоторые фотографии сюда привел очень поменялось окружение очень поменялось окружение и знаете вот на первом этапе наши близкие ну практически никто не присоединился к Арифлейм я думаю это тоже есть такая у кого проблема с друзьями с родственниками которые не поддерживают это нормально с этим тоже можно жить как оказывается самое главное на них не зацикливаться идти дальше знаете я очень часто на презентациях при работе с нашими ключевыми партнерами говорю чтобы просто чуть-чуть глобально картинку понимать вот в России проживает 100 сколько там 30 миллионов человек в СНГ 272 то есть это русскоязычное население вот директорская команда это 30 ключевых партнеров 20-30 ключевых партнеров неужели у вас не хватит ресурсов ума и сил из пускай даже в России 130 миллионов человек создать команду единомышленников чтобы выйти на уровень директора или выше в зависимости от того какая у вас цель и уволиться с наемной работы жить более свободным стилем жизни я на самом деле встречал мало лидеров и я аплодирую им стоя нам это не удалось чтобы близкие и родственники сразу присоединились в бизнес это здорово на самом деле когда как это называется семейные синдикаты развивает этот бизнес но вот на своем примере могу сказать то что у меня куча сестер и братьев двоюродных и троюродных соответственно там и тети и дядей и до сих пор никто из них серьезно в бизнес не присоединился многие зарегистрированы как потребители но бизнес у нас все партнеры это дальний и теплый рынок либо холодные контакты через интернет либо в живую то есть масштабируйте свой взгляд на бизнес людей много просто задача их найти как повлиял Арифлейм на нас то есть мы Арифлейм это единственный источник нашего дохода основной скажем так помимо Арифлейм я еще увлекаюсь инвестициями но Арифлейм именно изменил нашу жизнь в пользу того что у нас появилось очень много свободного времени у нас появилось очень много увлечений и я считаю то что Арифлейм дает самое главное то есть это деньги и это свобода у вас появляется свободное время чтобы просто хотя бы задуматься чего я хочу достичь в жизни вот как часто вы задумываетесь над этим вопросом чем я хочу заниматься что мне нравится где я хочу побывать чего я хочу достичь в двадцать семь лет я начал заниматься спортом сейчас я уже получил три четвертый пояс по Айкидо то есть в двадцать семь лет ну как правило со спортом многие завязывают то есть я решил начать мы посетили с Арифлейм благодаря Арифлейм то есть в совокупности и сами покупали билеты и Арифлейм многие конференции оплачивал порядка двадцати стран каждую зиму мы улетаем в какие-нибудь теплые края сейчас уже последние поездки осуществляем с ребенком и вот на некоторых фотографиях вы можете увидеть то что как правило эти поездки мы совмещаем с другими топ лидерами и это совершенно другие эмоции причем это поездки не просто вот купили путевку и в какой-то отель там три-четыре звезды то есть это самостоятельные поездки где мы прилетаем выбираем жилье это классно это классно и вот тогда ты начинаешь понимать то что мир наш настолько широк и постоянно от каждой поездки получаешь какие-то знания идеи, новые мысли, знакомишься с новыми людьми окружение вот часто разговариваем по этому поводу ну вот даже вот предыдущую если фотографию включить предыдущий слайд и вот с работы в основном угрюмые лица в основном угрюмые лица и зайдите вот если у вас командные чаты в телеграме есть и посмотрите фотографии людей которые вас хотя бы там окружают все люди улыбаются совершенно другое окружение люди которые стремятся достигать каких-то целей у которых постоянно новые идеи и больше всего мне нравится то что когда ты встречаешься с этими людьми и задаешь вопрос как дела они начинают тебе рассказывать изменения в своей жизни идеи как преобразить эту жизнь еще лучше и самый я считаю ненормальный ответ на вопрос как дела это нормально все по старому, ничего не меняется вот вспомните кто вас окружает какие ответы они дают на этот вопрос поэкспериментируйте и вы заметите различия так далее а ну вот тут немного прикрепил как Александр сказал да мужчины более скромны в достижениях и не любят их афишировать я на самом деле даже на презентациях никогда не говорю сколько мы зарабатываем но с чем нужно прикрепить вот эти документы от компании то есть вот на первой фотографии на первом скриншоте это акт по договору возмездия оказания услуг от компании Reflame за первый год работы то есть вот с первого по семнадцатый каталог видите первый, второй, третий каталог у нас ИП не было открыто в четвертом каталоге мы открыли ИП и за две тысячи четырнадцатый год компания перечислила нам вместе с премиями один миллион триста тридцать девять тысяч там с копейками первое, как Алена всегда говорит первая наша зарплата была девяносто шесть рублей и многие люди, многие знакомые говорят нам то, что ну какой-то не серьезный бизнес триста рублей, пятьсот рублей но вот если посмотреть на какой-то промежуток времени первый год с момента старта то есть вот первый год с момента старта один миллион рублей поделите это на двенадцать месяцев средний доход у нас в команде, в нашей команде мы считали, спрашивали порядка тридцати человек за первый год полтора года заработали миллион рублей один миллион рублей один миллион рублей на нормальной работе в регионах, не считая там Москва, Санкт-Петербург это, ну, немыслимо, скажем так далее, две тысячи пятнадцатый год четыре миллиона двести четыре миллиона почти триста тысяч шестнадцатый год семь миллионов сто восемьдесят три тысячи Ребят, ну, я считаю то, что, знаете, вот легальный бизнес, легальный бизнес я мало предпринимателей знаю в нашем городе, которые за первые три года с момента старта заработали более десяти миллионов рублей чистыми мне нравится то, что мы не скрываемся от налогов за год у нас выходит порядка что если шесть, то семь четырехста тысяч налогов, которые мы оплачиваем нашему государству было уже даже две камеральные проверки и предлог этих проверок от налоговой был очень ну, смешно звучал что-то вы очень много налогов платите давайте-ка мы вас проверим ну, давайте проверяйте то есть мало платишь не нравится много платишь не нравится ну, это уже как бы их проблемы да мне понравилась фраза одного из наших спонсоров, вышестоящих Антона Долженко по поводу отношения к налогам если я плачу много налогов, это хорошо, значит я много зарабатываю эта фраза мне вбилась в голову и поэтому я никогда не переживаю, когда мы оплачиваем наши налоги ну, и соответственно, вот то, что имеем сейчас за последний каталожный период компания нам перечислила 388 тысяч рублей не считая там объемные скидки на заказ, да, которая осталась порядка четырехсот рублей за три недели то есть это вот за последний каталожный период приложил справку, компания столько перечисляет для кого-то это много, для кого-то это мало то есть у нас есть новые цели мы к ним движемся нас радует то, что в нашей команде уже более 100 партнеров имеют доходы от 30 до 300 тысяч рублей в месяц и это подтверждает то, что здесь добиваются не единицы то есть это не случайность не случайность, это система можете посмотреть, что за прошлый год за прошлый год в Арифлейм напомните, вот порядка 18 новых бриллиантовых директоров только по России появилось только по России тысячи новых квалификаций старших менеджеров директоров то есть каждый год появляются новые директора этот бизнес уже развивается 50 лет и я уверен, что в следующие 50 лет в Арифлейм ничего не изменится будут новые директора но кто будет этими директорами? те люди, которые действуют вот в июне следующего года на сцену будут вызывать новых людей и это показатель всегда для меня что именно эти люди за прошедший год проделали какую-то работу у меня к вам предложение чтобы в следующем году вы выходили уже на сцену таких поздравительных мероприятий ну и соответственно вот такие вот как это, мальчиши мужские мотивации мы получили Вольво от Арифлейм она уже перешла к нам в собственность недавно ее переоформили часто в разные поездки в Горный Алтай ну и соответственно я у меня есть такое еще хобби я люблю путешествовать у нас даже есть такая команда по путешествиям часто выезжаем на природу причем далеко и в горы порой недавно я приобрел вот такой себе внедорожник УАЗ Патриот долго выбирал из чего его собирать ну вот следующая цель это вот укомплектовать его таким образом буквально два дня на нем езжу но пока что нравится вот помимо этого есть несколько объектов недвижимости и то есть это вот материальная часть то что дал нам Арифлейм так что еще что еще ах да чуть не забыл знаете вот мое отношение к Арифлейм до прихода было то что как бы сетевой бизнес я знал сетевой бизнес я знал что это такое что там есть деньги но к Арифлейм относился даже после знакомства с Аленой что это сугубо женский бизнес сугубо женский бизнес и наверное потому что я действительно не видел там мужчин по улицам с каталогами они не ходят на промостойках они не стоят соответственно я их не видел и их там нет когда я познакомился с Арифлейм ближе я узнал то что во первых весь топ 100 состав России состоит из семейных пар я познакомился с несколькими участвующими нашими наставниками это тоже были супружеские пары то есть что то все таки что то здесь мужчины делают и как правило знаете самый главный показатель если мужчина есть в бизнесе значит в бизнесе есть деньги я очень рад когда обрадовался когда вот движение МБФ скажем так не зародилось а обрело новый формат прошлого года то есть событие где было почти тысяча человек партнеров компании Арифлейм все они были мужчины в чебоксарах это ну на самом деле такое событие было не только в Арифлейм впервые но и вообще в индустрии сетевого бизнеса на территории СНГ я не знаю там как в Америке с этим делами дела обстоят но в СНГ это было впервые это очень круто также состою в чате МБФ иногда в качестве спикера но тем не менее несмотря на результат мне нравится учиться у других лидеров из топ состава то есть вот Алексей Колтон недавно выступал Артем Гифнидер хотя мы живем в одном городе но как то все чаще мы общаемся не на тему бизнеса кто как приглашает кто как рекрутирует кто как сопровождает но мне было приятно послушать его мысли его идеи его методики в этом чате то есть это на самом деле дорогого стоит быть в окружении успешных людей быть в окружении людей которые сейчас стремятся к новым целям и в феврале этого года следующего года состоится снова мероприятие которое пройдет уже в Москве и вот знаете даже если вот взять прошлое мероприятие от нашей команды поехало 7 человек насколько я знаю все 7 человек достигли новых квалификаций после этого мероприятия за прошедший год в феврале от нашей команды поедет уже порядка уже записались и сдали деньги порядка 25 человек я думаю что мы эту цифру увеличим до 50 и уверен то что это отлично повлияет на рост тех кто там будет присутствовать поэтому если у вас сейчас есть какой-то вопрос в голове ехать или не ехать я настоятельно вам рекомендую там быть почему потому что я не знаю почему но знаете как показывает практика после этого события все растут вот я этого вам желаю и передаю слово следующему спикеру спасибо вам всем за то что меня слушали всем привет друзья но сейчас спасибо вам большое за выступление договор о возмездии вообще просто огонь чат и кипят меня зовут артем гифнидер я в этом бизнесе вместе с супругой я уже десятый год в этом бизнесе и до Reflame я сегодня буду краток до Reflame я действительно работал на работе в управляющей компании у своего отца в управляющей компании работал заместителем директора и занимался мелким предпринимательством и когда мы познакомились с Юлей я не воспринимал всерьез то чем она занимается не воспринимал всерьез чем она занимается потому что ну как бы она постоянно дома как не видно меня видно друзья видно ну Юль ты так на меня смотришь часто хорошо пойдем дальше ну вот я всерьез как-то не воспринимал то чем она занимается ну и как-то и не вникал особо потому что я считал что я как мужчина должен деньги зарабатывать ну у меня и перспективы были в общем-то достаточно серьезные там можно было развиваться у меня младший брат там до сих пор с отцом развивается ну и в общем-то я думаю что у него достаточно успешно получается все но я тогда в тот момент увидев деньги услышав презентацию бизнеса я для себя знаете увидел другой способ дохода другой способ образ жизни вообще да я увидел окружение другое и меня это очень сильно зацепило знаете как вот я не представлял себе что придется всю жизнь с утра до вечера ходить на работу я вот ну вот хоть убейте я вообще этого себе не представлял что каждый день придется ездить на работу тебя каждый день будут на планерке отчитывать да по полной программе и ты вот так вот всю жизнь проживешь естественно я не хотел этого и поэтому я рассмотрел для себя бизнеса Reflame меня зацепила идея бизнеса что не только ты здесь сможешь заработать но и все твое окружение которых ты пригласишь в команду они могут стать даже более успешнее тебя они могут очень хорошо зарабатывать и собственно они тебе будут благодарны за то что ты в какой-то момент жизни потратил свое время усилия нервы на то чтобы им в голову вбить эту идею донести им идею бизнеса вот и в общем то я пришел и знаете вот о чем хотел поговорить я тогда пришел и первый год у меня ничего не получалось знаете сколько раз я пытался бросить этот бизнес просто вот чуть ли не каждый день а но в начале меня останавливала супруга да говоря что да подожди потерпи куда ты торопишься куда ты бежишь все получится научишься а потом меня останавливали книги которые я прочитал и окружение понимаете меня очень зацепили люди их ценности здесь а вообще вот то самое окружение которого я всю жизнь наверное хотел мечтал о нем и сегодня я собственно его имею и я очень благодарен супруге за за то что у меня сейчас есть возможность окружать себя вот именно такими людьми честными порядочными открытыми добрыми веселыми позитивными понимаете вот и те которые делятся не жалеют знаете там не прячут не крысят а именно вот по-человечески к тебе относятся вот и знаете первый год когда не получалось много раз пытался бросить но потом был семинар который я поехал и там меня зацепила одна фраза Владимира Полежаева когда я подошел в перерыве говорю так и так Владимир вот что мне не хватает почему у меня не получается и он мне тогда сказал такую вещь вроде бы простую но настолько глубокую он сказал Артем если ты хочешь в этом бизнесе добиться больших результатов тебе нужно стать профессионалом ты должен не поверхностно знать а изнутри должен знать как этот бизнес работает о чем нужно разговаривать с людьми как работать с людьми и так далее тебе нужно научиться я тогда ну не так воспринял эту фразу как бы сейчас воспринял но прошел какой-то промежуток времени и я начал читать я начал читать очень много я начал задавать очень много вопросов я начал посещать семинары не для галочки а прям вникал во все абсолютно и и знаете был ключевой наверное момент когда я себе дал слово что во что бы то ни стало я добьюсь здесь больших результатов ты помогать пришла? ну давай у нас юный блогер сегодня целый день записывает видео для своих подписчиков и вот решила помочь мне вот и после того после вот знаете вот вот этого принятого решения что я во что бы то ни стало добьюсь знаете как вот какая-то черта прошла черта и я просто попер у меня проходило по 5-10 встреч в день по 5-10 встреч в день каждый день за три летних месяца я вышел на уровень директора за три летних месяца вышел на уровень директора тогда во всем новосипирском филиале ни одного не было нового директора я единственный вышел в тот момент я еще помню такой слайд ставил танк который переезжает машину и написано на слайде говорили тут не проехать ребят проехать можно всегда самое главное иметь достаточную компетентность и достаточную уровень мотивации да то есть осознание зачем тебе это надо сегодня уже конечно же образ жизни изменился сегодня он как Ваня рассказывал да мы можем себе позволить путешествовать по два месяца вот так вот собраться понимаете не просто кем-то не просто кем-то а собраться теми самыми классными позитивными настроенными которые вот интересными ребятами на одной вилле снять одну виллу и так там отдохнуть хорошо и не просто отдохнуть еще и поработать я как вспомню как мы там тест драйвы запускали это было вообще непередаваемо когда ты представьте жара фруктов так вот огонь рыбы всякой бассейн тут же вилла и ты сидишь в телефоне работаешь это не передать когда ты смотришь тут рядом Егоровы тут рядом Шаймардановы тут рядом Хафизовы тут рядом Родионовы да то есть когда вот это вот ну когда вот все мы вместе это вообще офигеть и ну в этот раз к сожалению у нас не получится потому что дочка родилась вторая скоро полгода исполнится но на следующий год я думаю что мы снова соберемся такой же большой бригадой а может нас еще и больше будет где-нибудь на каком-нибудь острове и поработаем и отдохнем одновременно и вот это вот классно вот это вот классно не покупки ребят поверьте количество квартир да какая разница ну вот мы сейчас третью купили ремонт делаем у меня только на технику около миллиона техника будет стоить квартиру как у людей две квартиры но не это ценно понимаете ценно то эмоции ценно окружение с кем ты общаешься в каком-то окружении находишься позитивная но или не позитивная то что все остальное это наживное там деньги это все будет однозначно с такими людьми никогда поверьте и вот к чему я все это к чему я все это совсем скоро 9 февраля пройдет мужской бизнес форум в москве его сделали в москве для того чтобы любой регион страны имел возможность прилететь потому что у нас допустим с Барнула в чебоксары не летит он летит через москву и потом обратно в москве проще ребят 9 февраля у вас или у ваших мужей или у ваших братьев или у ваших отцов или у ваших друзей будет возможность попасть в это окружение попасть в это окружение и подчерпнуть оттуда пускай одно слово. Вот мне было достаточно одного слова. Мне было достаточно одного слова, чтобы потом вот так жизнь изменилась. Понимаете? Чтобы взять даже пускай одно слово, но оно вообще кардинально жизнь вашу изменит, ваших друзей, близких, родственников, соседей, или может быть незнакомых людей через интернет. Подумайте и сделайте все возможное, чтобы ваше окружение попало на этот мужской бизнес форум. Билетов осталось совсем, я боюсь соврать, но из тысячи осталось по-моему 300, а то и меньше. Вот. Поэтому, ребят, прям торопитесь. Понимаете же, к мероприятию всегда билеты заканчиваются вот так, один-два дня. Все. Потом будете, я не знаю, там, с автоматом прорываться туда, на мероприятия. Вообще, даже меньше 300, ребят. Вот. Поэтому, будете реально через охрану с автоматами прорываться, чтобы попасть в это окружение. Прям вот, сделайте все возможное, поговорите, найдите слова, чтобы ваши родственники, знакомые поехали. Все. А я отклонюсь. Всем пока-пока. Друзья мои, всем привет, здравствуйте. Как связь, как слышно, как видно. На связи город Барнаул снова. Мы квадратно-гнездовым методом бомбим сегодня из Барнаула всю Россию. 940 человек у нас сейчас. Слушателей, зрителей. Это очень клево, это очень круто. На самом деле, вы знаете, интернет принес очень много плохого в жизнь, да. Как это, тихие семейные вечера, пять человек в семье, в смартфонах, да. Но, тем не менее, он принес очень много хорошего. И мы сейчас... Да, кстати, ребят, прошу прощения, не только Россия, да, у нас, я думаю, и Украина, и Беларусь, и Казахстан. Ну-ка, давайте, кто у нас не Россия, не Российская Федерация, давайте-ка отметимся в чате. Вот. Ребят, меня зовут Долженко Антон. Я сегодня продолжаю вот эту вот россыпь драгоценных спикеров. я немножечко расскажу о том, как меня занесла судьба в Арифлейм. Может быть, может быть, кому-то эта информация пригодится, может быть, кто-то проходит похожий путь, и вы увидите, знаете, как, свою ситуацию и посмотрите, куда идти. А, в Арифлейм я пришел за женой. я сегодня не оригинален. Простите меня. Хотелось бы, хотелось бы соригинальничать, но, тем не менее, первая пришла супруга, заработала с небольшие денежки с каталогом. Собственно, я себя никак в бизнесе не видел. Почему? Да, во всем виноваты жены. Точно, Алена пишет, Шершеля Фам. Вот, почему? Потому что на это было две причины. Первая, я учился в медицинском университете на стоматолога. Вот это вот единственная фотка моя с рабочего места. Вот я, который без колпака, если не узнали. Вот, и может быть, вы замечали, всем медицинским работникам вбивают в голову мысль о превосходстве. Я же врач, я же клятву гиппопотама давал, да? И очень тяжело, знаете как, очень тяжело, даже будучи понимая, что нет там столько денег, очень тяжело от этого отказаться, потому что внушается на всех этапах, на всех периодах развития, что ты получил высшее образование и пойдешь куда-то. Вот, поэтому супруга начала работать с каталогом, про бизнес нам никто не рассказал, у нас такая интересная презентация, первая была, да, вот, учителя и врачи элита, точно. у нас такая первая презентация была, мы пришли, женщина вынесла тазик косметики полный и каталог, и сказала, что продадите 30% ваших, все, вот это наш бизнес был с Арифлейм, я это все послушал, сказал, что никто это покупать естественно не будет, посмотри Ира цены, посмотри, мы живем в общаге, посмотри на наших друзей студентов, посмотри на себя, какой из тебя продавец, посмотри, сколько у тебя знакомых, ну, то есть я объяснил, что 100% у тебя ничего не получится, а так как я человек интеллектуальный, объяснил это грамотно и с доводами, почему у супруги в Арифлейме ничего не выйдет, ну, в общем, помогал как мог, короче, в начале этого бизнеса и получилось так, что супруга в этот момент не послушала меня, ну, собственно, 20 лет картина не меняется, вот, она пошла по общаге, показала каталоги, принесла через 2 часа кучку денег большую, которую отдать за заказ нужно, и кучку денег маленькую, в ней было 450 рублей, это была чистая прибыль, это была чистая прибыль, и весь мой интеллект, весь мой, весь мой сарказм, вся моя харизма, все мои душевные скрепы разбились об эти 450 рублей, соответственно, доводов у меня не стало, потому что я в своей жизни до этого момента не заработал нисколько, а она уже 450 рублей, потому что она пошла и раздала каталоги, и поэтому я подумал, ну пускай развлекается, а я ж врач, я ж буду врачом, но, но потом произошло такое интересное событие, меня осенило, я понял, куда я двигаюсь, и я как Винни-Пух, я понял, что это неправильные пчелы, то, куда я иду, знаете как, я понял, что я куда-то не туда иду, я посмотрел, я познакомился с врачами, с нашими преподавателями, я увидел, что люди отданы науке и отданы работе очень, очень сильно, то есть они не халявщики, они на самом деле очень трудолюбивые люди, и они впахиваются, и я увидел, что они имеют за эту пахоту, и я понял, что это неправильные пчелы, и они наверное делают неправильный мед, понимаете, я понял, что мне туда не хочется идти, и вот это осознание того, что я стремлюсь к какой-то цели, достигнув которую мне не будет хорошо, оно меня выбивало постоянно из колеи, и тут попадается наш спонсор, непосредственный, который умеет рассказывать презентацию, да, то есть как бы мы добрались до вышестоящего спонсора, и она сказала, ребят, вы вот с каталогом работаете полгода, а вы что людей не рекрутируете, вы что не подписываете клиентов, мы говорим, куда подписывать, ну в Reflame, мы посмеялись, покрутили ВСК, то есть мы на них деньги зарабатываем, мы на эти деньги живем, а вы предлагаете нам их подписывать, вот, но слава богу, она нам провела полную презентацию, и мы начали бизнес, мы начали бизнес с Reflame, мы начали сразу же, кинулись с головой, абсолютно ничего не анализируя, то есть вот просто сначала поверили вот в эту идею, просто зацепила идея, мы не видели людей, которые зарабатывают миллионы, и я, и наш спонсор, ну как бы пока еще в Reflame ничего не зарабатывали, но просто цепанула идея, сначала мы просто поверили, просто начали приглашать всех подряд, я просто и я, и Ира рекрутировали все, что движется, и секрет успеха наш на первых этапах, это просто огромное количество работы, когда мы начали Reflame, мы зарегистрировались, мы зарегистрировались так, в ноябре, по-моему, октябрь, ноябрь, мы зарегистрировались в конце лета, у супруги день рождения в октябре, я вот помню, что на день рождения, на ее день рождения мы встретились вечером в общаге, я провел четыре встречи, а на три за этот день, вечером встретились, я говорю, с днем рождения, любимая, открываем холодильник, в холодильнике, в общаге жили там, ну, денег вообще не было, студенты, в холодильнике пачка пельменей и бутылка вина, что-то вот, что-то вот такое, вот так вот мы отметили день рождения, это, наверное, был самый бедный день рождения, но идея вот того, что будет, то, что мы начали, какой бизнес мы начали, идея так зацепила, что это был, знаете, как очень счастливый день рождения, с пачкой пельменей и бутылкой вина. Сначала просто поверили, потом я понял, как этот бизнес делается, и сейчас я вам скажу, возможно, не очень приятную вещь, потому что она попахивает фатализмом, у каждого человека, у мышления каждого человека есть три параметра, которые закладываются закладываются генетически с рождения, и они очень редко меняются, есть исключительные случаи, исключительные, когда люди могут это изменить, первое это структура мышления, второе это скорость и третье это объем. Смотрите, бывают люди, у которых хорошая структура мышления, то есть они понимают разные вещи, мысли, они могут разложить все по полочкам, у них огромный объем, они это все запоминают, но маленькая скорость, то есть ты человеку предлагаешь какое-то крутое дело, он говорит, да, это круто, но, знаешь, Кант бы сказал на эту тему, ты ему еще что-то, он говорит, да, конечно, надо обдумать, как говорил великий Ницше, да, то есть он все понимает, бывает наоборот, бывают люди, у которых очень большая скорость мышления, но маленькие, маленькая структура и объем, такие, знаете, маленькие щипачи, то есть он весь день в движении, весь день куда-то бежит, чуть-чуть тут перезанял, переотдал, то есть у него огромная скорость мышления, но он совершенно не понимает, у него в голове просто не укладывается, куда он идет, зачем он это делает, он не понимает, что он 15 лет занимается вот этими мелочами и ничего не поменялось, соответственно, все это закладывается с рождения и очень часто вы начинаете шлифовать булыжники, когда у человека и структура, и скорость, и объем очень маленький, мышление, вы рассказываете презентацию, злитесь, что человек не понял, что он дурачок, что он не слушал вас, а он слушал, он просто не смог понять, он сильно напрягался, напрягался, потом в конце не понял, расслабился, понимаете, потом он снова напрягается, он просто не может вас понять, поэтому рассказывайте следующему, 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 и вы обязательно найдете людей, у которых по этим трем факторам все в порядке. Допустим, как два предыдущих спикера передо мной, как следующий за мной сегодня, как организаторы вот этого замечательного движения МБФ. У людей, у которых и со структурой, и со скоростью, и с объемом все в порядке. Поэтому не зацикливайтесь, перебирайте. И вы знаете, бизнес будет намного проще, и отношения с друзьями будут намного, знаете как, позитивнее и крепче. Потому что вы никому не лезете по 150 раз, не уговариваете, не переубеждаете. Вы просто сордируете, да, нет, следующий, пожалуйста. Вот таким образом мы отработали в Арифлейм. И через, не знаю, большой или маленький ли срок, наверное, по тем временам это считалось нормально. Сейчас, наверное, это долго. Потому что, чтобы стать директором, у нас ушло два года. Мы быстро очень вышли на 18% практически там за несколько месяцев. И потом на 18% очень долго кайфовали. Но, тем не менее, мы постепенно получили джентльменский набор, да, и, соответственно, сейчас я расскажу не чтобы писануться, да, что вот мы там с супругой зарабатываем, а чтобы показать, что вы можете получить в Арифлейм. Этот джентльменский набор, ну давайте все-таки у нас мужской сегодня вебинар, поэтому я со своей мужской стороны. Смотрите, все, что я рассказываю, это только мое мнение. Это не истина, это не догмы, это не заветы. Это вот просто как я мыслю. Поэтому вы можете спорить, можете согласиться, может нет. Я думаю, ну, моя точка зрения вам может быть просто интересна. Смотрите, джентльменский набор, что я получил с Арифлейм. Ну, давайте начнем первое, то, что мужиков цепляет, да. Это, конечно же, наши железные коняги. Это, знаете как, на этом слайде мои колеса в зависимости от уровня. То есть, вот, менеджерский автомобиль, такой вот чешского производства, да. На директоре мы купили вот такого вот желтого боливара, такого кислотного цвета. Все знали, что Арифлейм едет, потому что такого цвета тачка с такими колесами одна у нас была в городе. За 80 тысяч рублей. На веслах, все деревянное, на рессорах. Но, блин, столько консультантов она перевезла и лидеров, что это невозможно просто вспомнить. Потом золотой, сапировый, бриллиантовый, да. Там уже, ну, что-то поинтереснее уже там пошел, там, Клюйгер, Ленд Крузер, да. И, конечно же, машина, от которой я кайфую, это Вольво. Это Вольво XC60. Я на самом деле, ну, как бы, по доходам, в принципе, можно было бы в любую машину. Но я на самом деле балдею от этого автомобиля. Мы получили его по программе «За рулем мечты». Полностью оплатила всю программу компания Арифлейм. Соответственно, я каждый день получаю удовольствие от вождения и даже не знаю, что еще хотеть. Это первый пункт мужского джентльменского набора, да. Следующий, это, конечно же, недвижимость. Мы взяли себе квартиру, да, 200 квадратных метров. Вот сейчас я здесь сижу. Мы очень хотели, мы очень любим квартиры, которые не одним объемом, да. Вот просто одна большая, как вот сейчас модно, огромная студия. Мы очень любим, когда есть маленькие закутки со всех сторон, где можно спрятаться. Поэтому у нас, у меня свой кабинет, я вот сейчас в нем нахожусь. Он небольшой, честно скажу. У Иры свой кабинет, да. Квартира, ну так, по большому счету, наверное, 7 комнат, да. У нас 2 больших холла, 2 санузла, столовая большая к этому всему. Вот, мы купили следующую квартиру Ириной маме. Следующую квартиру старшей дочери на вырост. Вот, 39, это двушка, еще двушка, 42 квадратных метра. И помогли родителям. Родители у нас тоже в бизнесе, они бриллиантовые директора. Они купили в Барнауле квартиру, но была мечта, загородный дом. И мы вот вместе купили дом за городом, 439 квадратов, в котором проводим выходные. И вот сегодня, так как там интернет немножко глючный, мне пришлось остаться дома. Как только я сейчас заканчиваю, я сразу еду туда. Вот, это вопрос недвижимости. У меня он очень, так сказать, простите меня за мой французский, возбуждает. Недвижимость я очень люблю. И, собственно, я... Ну, у каждого свое, да. Кто-то вот надевает шмутку, там, кроссовки за 67 тысяч рублей, им очень хорошо в них и классно. Мне хорошо в кроссовках за полторы тысячи, а вот недвижимость – это моя слабость. Поэтому, это следующий пункт джентльменского набора. Ну, и, конечно же, деньги, конечно же, доходы. Это, ну, как бы, знаете как, не так хорошо с деньгами, как плохо без них. Деньги – это, наверное, вы знаете, для мужчины – это его оценка жизнью. Да, то есть, вот, как ребенок приходит домой и говорит, я получил в школе 5. Так вот, мужик должен заходить домой и говорить, и говорить жене, я вот получил сегодня, сегодня жизнь мне поставила 150 тысяч в месяц. Жена говорит, ну, эх ты у меня непутевый, ну, давай, постарайся. Дальше поработал и говоришь, а вот сегодня жизнь мне поставила 500 тысяч в месяц. Она говорит, да как же я тебя люблю, дорогой. Конечно же, не за деньги. Стоп, 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 не подумайте. Конечно же, за душу, за вашу и за бицепсы прокаченные. Вот, следующий пункт джентльменского набора. Конечно же, ребят, я думаю, вы понимаете, это путешествие. Я, вы знаете, я хотел с каждой стороны сделать фоточку и поставить снизу подпись. Ну, вот, как-то мне показалось, что это очень долго будет. Поэтому я просто с папочки, куда я скидываю фотки с конференции, сделал скриншот прямо с компьютера. И вот сюда его на слайд вставил. Поэтому, ребят, путешествие меня очень цепляет. Я считаю, что вот человек, который не читает книги, его сразу видно. То есть, как бы вот, ну, как его можно определить? Он вроде как, вот идет человек, читает книги, другой идет, не читает книги. Вроде одинаковые, да? Но, когда начинаешь разговаривать, это сразу заметно. Точно так же с путешествиями. Человек, который путешествует и который просидел всю жизнь в своем городе, они очень сильно отличаются. Поэтому я очень люблю путешествовать. И посмотрите по вот этому списку. Это, смотрите, еще такой же список есть у меня в отдельной папке, где у нас семейные конференции. Это только то, что оплатил нам Ари Флейм. Еще столько же это то, что мы посетили за свои деньги. Вот. Это вот такие вот путешествия, да? И напоследок я хотел бы поделиться с вами небольшими секретиками. Я сам не люблю, когда только мотивационные выступления, поэтому сам стараюсь так не делать. Всегда хочется отдать какую-то пользу вам. Я понимаю, что сейчас не время большого обучающего вебинара. Ребята, кто с нашей команды, кто меня знает хорошо, они знают, что для меня, знаете, как только разогреться, это полтора часа. Я очень люблю обстоятельные разговоры, очень люблю долго объяснять, разговаривать, быть полезным. Но сейчас я знаю, у нас тайминг, я прекрасно это понимаю. Саша, не переживай. Несмотря на это все, я хотел бы дать вам вот эти вот шесть секретов. Да, Diamond Master. Такая квалификация у вас будет, когда вы узнаете эти шесть секретиков, которые для меня очень-очень-очень важны. Интересно, ребят? Послушаете шесть секретов или уже надоел выключать? Слушаете. Ну все, слава богу. Погнали дальше тогда. Очень. Ну хорошо. Первый. Ребят, временной горизонт. Смотрите. Есть такая старая пословица. Леонардо да Винчи сказал, кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года. Очень часто, особенно мужики. Женщины нетерпеливые, они терпеливые по генетике. Я очень верю в генетику, поэтому вот всегда такие аналогии провожу. Женщины, они очень терпеливые, потому что генетически они выходили собирать ягодки и могли это делать два-три часа, там, пять часов, шесть. Когда рождается ребенок, они могут сидеть и два с половиной часа просто там щекотать ему нос, а он просто лежит тебе, смотрит в глаза и улыбается. Мужики так не могут, их начинают через примерно сорок пять секунд уже трясти и колбасить. Поэтому они приходят и начинают все делать быстро. Вот надо убить мамонта, вернуться и все, лечь в свою пещеру, спать и как бы почесывать зад. Это проблема. Мужики приходят и говорят, мне нужно быстро и сейчас. Все, кто хотят разбогатеть в течение дня, будут повешены в течение года. Леонардо да Винчи. Понимаете, очень быстро и очень много можно получить только нечестно. Нечестно, либо ненадолго, либо, знаете, либо не свое забрать. Понимаете, любой бизнес, который будет вас кормить долго, он выстраиваться будет долго. Это законы, которые, ну вот, невозможно просто, невозможно обойти. Чтобы родился здоровый ребенок, нужно девять месяцев. Если ребенок родился на пяти месяцах, он не будет здоровым. Чтобы получился здоровый бизнес, его нужно развивать. В него нужно вкладываться. Поэтому сразу же своим новичкам и себе в голове ставьте правильные временные горизонты. Не настраивайтесь на месяц, на два, на полгода. Не создавайте вот этот вот нетерпеж в голове у человека. Вот приходит человек и говорит, мне надо за месяц стать бриллиантом. Все, до свидания. Это временной горизонт. Следующее, ребят, очень важная мысль. Начиная любое дело, помните свою конечную цель. Вот это вот очень-очень важно. Ребят, какая ваша цель в Арифлейм? Если у вас цель 15%, 12%, то вы знаете, вы можете звать хоть кого. Хоть вот даже вот таких персонажей. Вот видите на слайде у меня есть люди, которым я скидываю специально надпись крупно, на латинских буквах. А человек читает Арифлейн. Буква Н на конце. Николай, Арифлейн. Ты дебил, дети умеют по латыни читать. Какой Арифлейн? Ты откуда его взял? Зачем вам такие люди? Если ваша цель бриллиант, ну или исполнительный, то у вас должно быть в команде как минимум 6 умных, ответственных, дисциплинированных, самостоятельных людей. Какого хрена вы привязываетесь к этим людям в чатах? Я вот написал, слушайте, вот и еще, и постоянно идут вопросы. Ой, Антон, скажи, что делать? У меня тут такая переписка. Ну, давай свою переписку. Человек скидывает переписку. Там начинается, там, ну, предложение какое-то человек пишет. Че хотел сразу, че за работа? Ребят, вы что думаете, этот человек станет директором? Зачем вам такие люди? Зачем вам, и еще и вы пишете спонсорам, как вам его зарегистрировать? У вас цель регистрация или бриллиантовый директор? Если бриллиантовый директор, то вам нужны сильные люди и умные. А если регистрация, ну, то вот этих Арифлейнов регистрируйте. Следующий наш секрет, это будьте всегда инвесторами. Ребят, относитесь к своему времени крайне, крайне аккуратно и осторожно. Это вот прям как ваш самый бриллиант. Смотрите, в кого вы инвестируете. Вот представляете, инвестору дали миллион долларов. Сказали, слушай, вот ты мой брокер, да, я тебе доверяю, давай, вложи его куда-нибудь. А он вложил в свою игру вечернюю в казино. Это хороший инвестор? Наверное, нет. Человек к деньгам относится правильный, грамотный инвестор, очень щепетильно. Вот. Время еще более ценный ресурс. Понимаете, машину можно купить, квартиру можно купить, деньги можно заработать. Время, попробуйте купить себе 15 минут дополнительных в сутках. Время невозможно не купить, не вернуть, не развернуть. Понимаете? Поэтому, когда у вас сидит негативщик или вот такой Арифлейн пудрит вам мозги в каком-нибудь чате тупыми вопросами. А я слышал, Арифлейн развалился. А я слышал, что там в вашу велнос добавляют, короче, куриные ножки. То есть, не инвестируйте в него свой самый дорогой ресурс. Попрощайтесь, ребята. Вкладывайте только в тех, в ком вы видите перспективу. И, конечно же, очень важный момент – это быть, а не казаться. Это то, что и Иван, и Артем озвучили сейчас. И я уверен, что Виталий тоже эту тему озвучит. Это то, какие люди вокруг нас. Вот представляете, на площади 10 MLM-компаний. Вот 10 офисов на одной площади. Человек заходит, говорит, а что у вас? Ему говорят, у нас лучший маркетинг-план, лучший продукт, лучшая система обучения. Он заходит в следующую и говорит, а у вас что? Ему говорят, у нас лучший маркетинг-план, лучший продукт, лучшая система обучения. И так 10 раз. И так 10 раз все говорят, что они лучшие. А присоединится он к тому, у кого правильные принципы. Сейчас очень часто в Инстаграме рекрутируют с помощью голой жопы. То есть, как бы выкладывают фотографию и говорят, ну вот присоединяйся ко мне, к моей команде. У меня всегда вопрос, как твоя голая жопа поможет мне стать профессиональным бизнесменом? Как? Каким образом? Да, то есть, как бы, понимаете, среагируют на вас и ваша категория людей. У нас ушла одна девушка из компании в другую компанию, потому что она сказала, я хочу себе новые сиськи. Все, соответственно, мы сказали, господи, хорошо, что ты ушла так вовремя, и мы не потратили на тебя так много времени. Поэтому будьте с правильными принципами, будьте с душой, будьте с, знаете как, с ценностями человеческими, которые притянут к вам таких же, как вы, правильных людей, и вам будет комфортно. Друзья, наше окружение, почему мы не всегда видим поддержку, люди не хотят вас терять? Вы знаете, очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек вроде бы пришел к своим самым близким, к своим родственникам, а они ему от ворот по ворот, еще, знаете, как его немножко натыкали носом, так сказать. Ты куда-то вляпался, да ты придурок, снова ты что-то начал. На эту тему я вам хочу рассказать короткий анекдот в завершении своего выступления. Сидят люди в чане с дерьмом, жизнь ухудшается, дерьмо прибывает, уже им по грудь они сидят, никто ничего не делает, дерьмо прибывает. Уже им по плечи они сидят, ничего не делают, дерьмо прибывает, уже им по нижнюю губу, и тут один мужик говорит, все, ребята, буду выбираться. Остальные говорят, не гони волну. Понимаете, поэтому народ не хочет, чтобы вы гнали волну. Люди хотят быть вместе с вами в этом чане, и когда вы хотите лучшей жизни, чего-то лучшего для своей семьи, вы не всегда нужны поддержку. Поэтому ищите поддержку среди успешных людей, а не среди неудачников, большинство из которых наших друзей, родственников таковыми являются. Не, пожалуйста, разделите только бизнес-качества и общечеловеческие. Это могут быть очень хорошие там тетя, или бабушка, или мама, или дядя, и давайте по жизни находить у них правильные и дублицируемые качества. Но в бизнесе это могут быть совершенные неудачники. Поэтому, друзья мои, даю вам последний секрет, шестой бриллиантовый. Ребят, пена осядет, тренды умрут. Татуировки, силиконовые губы, все это уйдет, как это уходит очень быстро и приходит. Одноклассники меняют контакт, контакт меняют инстаграм, инстаграм валится, телеграм запрещают. Все это постоянно меняется, но остается в цене только одно. Только профессионалы будут всегда с деньгами. Поэтому научитесь, научитесь становиться профессионалом. Причем, если вы на работе, это можно сделать один раз. Вы пришли бухгалтером, вас научили считать и все. Если вы в бизнесе, вы будете это делать всегда. Если кто-то из вас надеется на остаточный доход, вас беспощадно обманули, ни хрена его здесь нету. В бизнесе нужно быть всегда, всегда в теме, всегда на острие, всегда на гребне волны, всегда учиться. Я считаю, вот этот вот форум 2019 года в городе Москве, это, наверное, большой пазл в вашей системе становления вас как профессионала. Поэтому, друзья мои, желаю вам успеха, желаю вам поставить себе в голове быть номер один. Особенно для мужчин это важно, для вашего самочувствия, для отношения с вашей женщиной, для определения себя в этом мире. Не важно, какой ты на самом деле стоишь в строю, не важно, на какой ты тачке подъехал. Важно в голове, в душе себя считать номер один. Я считаю, лидеры должны соответствовать компании. Лидеры должны быть номер один в компании номер один. Ребята, горячий привет из города Барнаула. С вами был Долженко Антон. Я с вами прощаюсь и передаю слово моему хорошему другу, тоже сибиряку, дальневосточнику Виталию Косицыну. Удачи всем, в добрый час. Антон, привет. Повеселил. Так, ребят, давайте по десятибальной шкале напишите, как видно, как слышно, потому что я, получается, не своего офиса веду и интернет здесь не знаю. Все, отлично. Поехали. Значит, о себе. До, 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 рефлейм. Охранник в игровых автоматах. Потом инженер в бассейне, директор гостиницы. Одновременно, получается, автомобильный бизнес. Машины гонял с Приморья. Плюс, потом открывал летнее кафе. Вот такой вот путь был до рефлейм. Очень рад, что именно это со мной все произошло. Почему? Потому что это все позволило оценить сетевой со всех сторон. Короче, я думаю, что, ну вот, ребят, знаете, за то, что я рад тому, что я в Арифлейм, это не просто слова, да, я объясню, почему вам. Я просто представил сценарные планы моей жизни, да, вот, если бы я, допустим, не встретил Арифлейм. Парень, я не ленивый, очень деятельный, активный, очень ответственный, новатор там во многих вещах там. Ну и, скорее всего, если бы я работал по найму, я бы зарабатывал там 60-80 тысяч рублей в месяц. Вот, чтобы вы понимали, в моем городе средняя зарплата примерно там 35 тысяч рублей. Вот. Думаю, что это было бы не круто, ну, по отношению к семье, потому что, ну, за такие деньги в наших краях люди живут на работе. Ну, на самом деле, да. И плюс это бесперспективно, ну, с точки зрения увеличения доходов, потому что в организациях просто, ну, нет гарантированных карьерных лестниц, да, и вы об этом знаете. Вот, я, кстати, вы знаете, я люблю вообще оцифровывать то, что говорю. Я вот сегодня, знаете, так решил посчитать доходы моего старого окружения. Вы это узнаете, наверное, картинку многие, ну, по поводу того, что как ваше окружение влияет на ваш кошелек. Да, вот я посчитал доходы старого окружения, взял 6 человек, примерно знаю, сколько они зарабатывают. Вот, все это суммировал и вывел среднее, да, разделил на 6. Получилось, ну, вот средний доход был бы 54 166 рублей в месяц мой, если бы я не поменял окружение, если бы я остался, наверное, там, где я был. То есть, вы знаете, да, окружение бы влияло, ну, именно таким образом бы на меня. Вот, если бы, думаю, что я бы мог продолжать строить, ну, там, линейный бизнес, да, потому что опыт уже там маломальский был. Я думаю, что у меня примерно выходило бы 120 тысяч рублей в месяц. Вот, думаю, что там мое трудолюбие, креатив, ну, думаю, мне бы помогал. Да, вот, почему спросите 120, там не больше? Потому что для этого нужно было посещать, ну, скорее всего, тренинги, да, обучаться, развиваться, читать книги. Вот, а мне, упертому Овну, ну, наверное, новую информацию в тот момент было бы, ну, очень сложно там какую-то запихать. Вот, и, как вы понимаете, для роста доходов нужно общение с людьми с высокими стандартами. Вот, где их взять? Где мне взять благовещенские людей, которые будут на меня влиять? Я вам скажу, до Арифлейм, мои путешествия, это Хабаровский Владивосток, Владивосток, потому что за машинами туда ездил, видел только автомобильный рынок Хабаровск, та же самая ситуация. Вот они, два крупных города до 23 лет. Нормальное путешествие, да? Вот, и плюс еще фотография, и в альбоме мне всегда показывали, как в 6 лет я на самолете летал в Бурятию. Норм, да? Вот, так, а что со связью? Нормально у всех, да, все? Я, знаете, из тех, которые, ну, ребят, которые на презентации говорят, там, типа, они вообще там все знают, вот. Вот, ну, вам по-любому такие попадаются, да, на презентациях, ну, у которых там на все свое, там, твердое, там, мнение. Ну, а получилось, да, что сетевой, и я думаю, что благодаря чему. Ну, сейчас у меня, переключу вам следующий слайд. Так, это не то. Так, что-то у меня медленно как-то слайды скачут. Вот, ребят, оказалось сетевой, и я знаю, почему так произошло. Потому что я думаю, что в каждом человеке есть внутренний лидер, и для того, чтобы его, ну, выпустить наружу, нужно новая совершенно информация, да, актуальная, нужна мотивация, нужны цели, нужно планирование, нужна самодисциплина, самоорганизованность, наставник нужен, командная поддержка, система работы, обучаемость. И самое главное, нужен фундамент, фундамент, на котором все это будет реализовываться. Так вот, я считаю, что фундаментом, да, вот, и системой, которая позволяет раскрыть внутренний потенциал человека, я считаю Reflame. Мне вообще очень интересно наблюдать за людьми, когда они сюда приходят. Они прям раскрываются вот так вот, как цветочек здесь. То есть, вот он пришел, и здесь начал более такой, знаете, целеустремленный, более амбициозный, более активный, ну, становятся, короче, вот прям раскрываются люди. Знаю, что, ну, вот, сейчас я вам картинку. Чего мы, почему картинки так трудно переключаются? Кто-то вместо меня, что ли, открыл презентацию, да? Вот, знаю, что есть ребята здесь на вебинаре, которые совмещают, ну, я сейчас с мужиками, да, хочу поговорить. Которые совмещают Reflame, да, и со своей основной работой. Вот, ребят, одно из самых правильных решений, принятых мной за всю вообще жизнь, это решение уйти с наемной работы, закрыть свои бизнесы, да, все, и с головой уйти в сетевой. Вот, я вам вот прям сейчас честно говорю, вот после первых трудностей и возражений я готов был вернуться назад. Ну, серьезно. Вот, хотя вот у нас, ну, на тот момент уже, как бы, вы знаете, что я присоединился, да, к супруге, уже был доход, и, в принципе, ну, можно, было бы на что жить. Почему я, взрослый, нормальный мужик, должен слушать какую-то херню? Что Reflame там никому не нужен, там, что я там занимаюсь фигней. Понимаете? Я, ну, вот, если было бы куда возвращаться, я бы вернулся. Поэтому сжечь мосты, это было очень правильным решением. Вот, теперь одна дорога, да, и другой просто нет. Поэтому мой совет, если есть вера в Reflame, ну, она может благодаря чему прийти? Ребят, просто сами проанализируйте, посмотрите цифры, зайдите ariflame.com, раздел инвесторы, посмотрите, как развивается компания Reflame, посмотрите на историю развития ее в России, посетите какие-то мероприятия, да. Вот, вера в индустрию, вера в продукт, в себя, и вы уже, ну, допустим, там, на 15% сделанных самостоятельно, да, ну, не спонсором. Вот, тогда моя рекомендация однозначно, это только Reflame. То есть, доставлять приоритеты и с головой окунаться сюда, для того, чтобы здесь, ну, сворачивать горы и лететь по карьерной лестнице. Есть люди, которые мне на это говорят, ну, вот в моей команде Виталя, ну, что ты, что ты, ты же должен понимать, что у нас там кредиты есть, ипотеки там, у нас большие расходы, ну, там, в месяц, да, на семью, там, ну, там, 40 тысяч и более, да, типа, где взять столько денег, потому что Reflame, там, ну, с первого месяца же столько не заработаешь, да. Вот, на самом деле, мне ничего объяснять по этому поводу вообще не нужно, да, потому что, ну, я прекрасно знаю, что из любой ситуации есть выход. Вот, это лучше, вон, рассказывайте, вот, откройте там Forbes, да, там, топ-100 богатейших людей России, и им скажите, там, да, чувак, смотри, я боюсь, боюсь уйти, думаю, на что я жить буду, да, боюсь рискнуть построить свой собственный бизнес, да, хотя меня огромная орда поддерживает, команда, все, я вот очкую, вот, но это, мне кажется, немножко смешно, поэтому, ребят, нужно, нужно стартовать, расставлять приоритеты, ну, вот, это чисто, это, опять же, вот, как Антон сказал, да, это, ребят, это мое мнение, мое отношение, мой взгляд, вот, на такие вещи. По поводу кредит-ипотек, просто садитесь, да, и начинайте выписывать, ну, идеи того, как это можно решить, этот вопрос с кредитами, с ипотеками, да, ну, есть тренинг такой, да, по Брайну Трейси, просто вот все идеи записывайте, как это можно сделать, как закрыть это быстрее, как минимум зайдите в YouTube, забейте там, да, как быстрее рассчитаться с ипотекой, как там с кредитом какие-то уловочки есть, узнаете, что можно взять, брать каникулы, да, кредитные, что можно реструктуризировать, да, долг, вот. Ну, и даже если, ладно, если совмещать, да, две деятельности, то вы должны много времени уделять Арифлейм, для того, чтобы здесь делать результаты. Где взять это время, вы тоже прекрасно знаете, просто вставайте на час раньше, во сколько встаете в 7, вставайте в 6, с 6 до 7 работаете в Арифлейм, вот, получится, что за месяц, это 30 часов, по сути, 3 полноценных дня рабочих в месяц в пользу Арифлейм. Уверен, что это даст толчок, рывок для взлета, да, для разгона. Просили рассказать о том, какие, ну, что вообще получили, что вообще дала Арифлейм. Вообще, я считаю, ребят, все-таки, что ни один лидер вам сказать этого не сможет. Я попробовал это сделать, я на следующих слайдах это вам покажу. Постарался вам это показать. Ну, из материального сегодня, это квартира, и это, кстати, была мечтой, которая очень сильно двигала в Арифлейм. С 2003 года, я посчитал, заработали 50 миллионов рублей уже, два автомобиля сейчас, два, получается, семизначных счета в банке, тоже под счет греют душу, прям, такое, мне кажется, очень интересно. Это благодаря, конечно, только Кате. Вот, она у меня молодец, она человек, которому нужно копить. Вот, ей нравится это, и это очень здорово. Теперь, ребят, в плане того, что может дать этот бизнес, да, и что он дал уже топовым лидерам. Я постарался посчитать, очень хочу, чтобы вы сейчас вникли вообще в эти расчеты и поняли, почему, почему я сейчас с бешеной верой строю этот бизнес Арифлейм. Да уже сколько мы уже там, Катя у меня 15 лет, я 10 лет в Арифлейм. Вот, почему мы говорим об Арифлейм вот так, и почему мы через 5, через 10, через 50 лет будем говорить. Значит, ребят, у вас сейчас слайд должен быть путешествия. Смотрите, мне сейчас 37 лет, например, проживу я 90, вообще настраиваюсь на 100. Почему, кстати, 90, это выше среднего, очень много, 72 в средней по России для мужиков. Я думаю, потому что я пью wellness, здоровый образ жизни, здоровый образ питания, минимум стрессов, короче, максимум положительных эмоций. Так, ребят, путешествие должен стоять. Ну-ка, десяточки поставьте, если у вас стоит слайд с путешествиями. А то, чтобы у нас совпадать. Да, все отлично, а то просто я думал. Значит, ребят, почему еще, да, 100 лет? Потому что мы с вами живем в таком времени, когда мы реально можем влиять на здоровье на наше. Поэтому я на полном серьезе говорю, что можно и 100, и даже больше лет протянуть. Можем там с вами 3D-почку, 3D-печень сделать, там легкие поменять, сердце. Да, пожалуйста, сейчас были бы деньги. И вот, все, все, уже профессора эти в подвалах сидят и уже буквально вот скоро вам это презентуют. Вы сейчас, если понаблюдаете, что показывают по телевизору, вы увидите, что это уже все есть. Значит, смотрим. 37 лет не сейчас. Я, например, проживу 90. Да, ну, тоже я мог бы 100 написать, но давайте вот такой расчет сделаем. 90 минус 37. Получается 53 года. Смотрите, что я делаю. У нас по последнему каталогу получается 12 групп. 53 я умножаю на 3. Это 3 гарантированных путешествия по маркетинг-плану компании Арифлейм. То есть золотая, бриллиантовая и исполнительная. Получается, что если умножить на 3, получается 159 стран и путешествий. Ну, вот за всю жизнь Арифлейм нас, ну, как бы, свозит. Это уже все, это уже заложено в маркетинге, понимаете, да? Ну, на двоих, получается, это 318 поездок. Причем я здесь не включаю, что исполнительная на четверых дается, да? Вы же об этом знаете. Что мы делаем? В 318 поездок мы умножаем на 150 тысяч рублей. Ну, я считаю, за одну поездку. Это тоже смешная цифра, потому что вы знаете, что исполнительные они очень дорогие. У нас наша исполнительная последняя, нам пришла бумага, миллион 200 тысяч заплатили за нас четверых. Вот, поэтому, опять же, понимаете, что вот есть бизнес-план, когда по минимуму, по максимуму считают. Вот это я взял просто, самый минимум. Вот. И то получилось 47 миллионов 700 тысяч рублей. Арифлей я еще дополучу, да, в виде путешествий, понимаете, от компании Арифлей. Вот. Ну, как можно это все посчитать, так как этот бизнес передается по наследству, и эта возможность, она перейдет моим детям. Мои дети тоже будут жить долго, и они тоже будут путешествовать от компании Арифлей. То есть, я сейчас уже сделал работу, за которую еще будут выплачивать, и выплачивать, и выплачивать. То есть, смотрите, сфотографировали, да, 47 миллионов 700 тысяч рублей. Работа, которая уже сделана. Теперь, если про доходы говорить. Смотрим про доходы. Сейчас у вас слайд с доходами должен быть. Смотрим, опять же, по левой стороне у меня справки о доходах, там, за, получается, 15, 16 и 17 год. Ну, примерно, там, видите, там, чуть больше 6 миллионов, короче, везде. Смотрим. Опять же, высчитываем 53 года впереди, умножаем на 6 миллионов. То есть, я хочу посчитать, что даже если я сейчас остановлюсь, да, не буду работать, хотя я вам могу сказать, что мы сейчас с Катей в драйве, мы никогда не останавливались, потому что мы уже давным-давно не работаем в Арифлэйм, это наш стиль жизни. Если со стороны посмотреть, все, что нас окружает, это все Арифлэйм. Но нам доставляет удовольствие этим заниматься, понимаете? Значит, что делаем? Считаем просто, сколько мы получим еще за ту работу, которую мы уже сделали. Умножаем 318 миллионов. Ребят, как вам такие суммы? Ну, либо это 5 миллионов долларов, да? Пасть не встать. Опять же, как можно это посчитать, когда это остается по наследству? Как считать? Ребят, понимаете сейчас, о чем я говорю? О том, что можно прийти в Арифлэйм, сделать, поработать и потом всю жизнь получать. Поэтому мы предлагаем сделать это быстро. Быстро расти легче. Намного. Прибавьте те суммы и эти суммы. Разделите это все на то время, которое мы с Катей, даже вдвоем, считайте 24 часа в сутки. Мы пахали, мы пашем, мы всегда работаем в Арифлэйм. 24 часа в сутки. И посчитайте, сколько стоит наш час работы. Вот что я предлагаю. Увеличивать стоимость своего часа. Тем, что вы будете работать в Арифлэйм. Теперь, что о себе, да? Я люблю о себе рассказывать. Давайте сейчас возьмем какого-нибудь парня здесь в чате, которому 30 лет. Кому, кстати, 30 лет, там пятерочки давайте поставьте. Вот. Что мы сейчас будем делать? Смотреть, ну, на вещи, опять же, с точки зрения, будем бизнес-план рисовать, да, по минимуму. В 35 вы стабильный сапфировый директор. То есть, через 5 лет у вас структура будет сапфирового директора с четырьмя ножками. Но в каждой ножке, да, вот я, чтобы открыть вам это определение, стабильный. У вас будут люди, которым уже не нужна внешняя мотивация. Все. Они внутренне сами готовы себя заводить на работу. Они независимые, самостоятельные. Даже если у вас не будет в бизнесе, они будут все равно. Понимаете? Круто, если это еще и семейная пара, там, доход от 100 и выше. Вот, вот что такое сапфировый, да, стабильный. Смотрим. В среднем проживет он тоже 90, к примеру. Значит, ему еще, его ждет еще 55 бесплатных путешествий за границу. Ну, понимаете, почему? Потому что и сапфирового он уже гарантированно получает. Ну, там получается, если по группам, то старший золотой почти сапфировый директор, да. Гарантии бесплатной поездки. Представляете, этот человек, да, сидит на мероприятиях, на больших рефлеймовских, и просто слушает, куда же я полечу с супругой, там, либо с супругом в этом году. Йехоу! Круто! И так 55 раз. Так как две поездки мы умножаем на два, получается 110 поездок. Понимаете, ребят? Теперь что мы делаем? Опять по минимуму считаем. Одна поездка 150 тысяч рублей. Хотя за 150 тысяч попробуйте купить золотую конференцию. Получается 16 миллионов 500 тысяч. Плюс премии, да, он же получит еще тысячу, полторы, две, три, четыре, да, это я перевел в рубли 700 тысяч рублей. Итого получилось 17 миллионов 200 тысяч рублей. Вот теперь на минуточку, да, сейчас что, какое у нас, 2018 год, прибавляем 5 лет, чувак, которому 30 лет. Давай с тобой вот сейчас прям картинку рисовать. Смотри, 2023 год, да, и у тебя такая ситуация. У тебя гарантии твоего дохода, у тебя гарантии твоих путешествий. Круто! Вот ты пахал эти 5 лет. Ты прям, прям упахался просто. Ты 5 лет, ладно, вычеркнул нахрен. Не забывай, что тебя еще свозят, ты золотого закроешь, тебя уже начнут катать. Ты быстро будешь расти, тебя на менеджерске скатают. Ты будешь, если ты быстро это сделаешь, тебя еще начнут по странам возить и везде показывать. Будешь выступать, везде со всеми делиться. По городам тебя еще Арифлейм свозит, потому что ты будешь делиться своей историей успеха. Вот. Сколько ты еще всего попересмотришь, да? Потому что мы вот начали вспоминать, да, как мы вот это вот 3 года с 2005 по 2008 год, да, работали. Просто с полным погружением. Но это было очень интересно, потому что Арифлейм начинает разбавлять это все поездками, признаниями, мероприятиями, яркими эмоциями. Поэтому, как можно сказать, это время пахал. Вот кашут там где-то в другом месте, в Арифлейм так бывает. Если ты пашешь, то ты сразу же и получаешь. Ребята, я что сделал? Я посчитал, если каждый день этот человек будет работать, вот на протяжении 5 лет, я ему вообще выходных ему не дал. Каждый день он должен был уделять 4 часа в день. 4 часа в день. Ну, то есть, он, допустим, если день про... Ну, про... Слово хотел плохое сказать. Профукал, то на следующий день он должен 8 часов уделить времени, да? То есть, получилось у меня 7300 часов. Я разделил, получилось, что стоимость его часа уже с завтрашнего дня, если он будет в таком ритме работать, уже составляет 2356 рублей в час. Вот, ребят, вот почему Арифлейм. Потому что это очень дорого. Стоимость вашего часа. Я надеюсь, что достучался просто и очень хотел вот эти цифры показать. Теперь давайте доходы этого человека покажем. Вот. 30 лет, 5 лет, да? Помните, он работает у нас 5 лет. 35 лет он стабильный сапфировый директор. Блин, вопрос, наверное, сейчас у вас, да? Виталя, почему ты как-то про сапфирового, везде же про бриллиантового говорят? Да потому что, когда я вас буду поздравлять сапфиром, да? Вы со сцены спуститесь, я скажу, чувак, я тебя поздравляю, я очень за тебя рад. Ну, слушай, сапфир это все-таки, ну, недоделанный бриллиант, да? Поэтому давай-ка еще немножко и бриллианты сделай. И сделаете вы. У меня у Кати была только такая мотивация сделать бриллианта. Когда она услышала, что сапфир это недоделанный бриллиант. 55 лет впереди, 120 тысяч рублей примерно в месяц у вас будет доход. 55 умножаем лет на 12 месяцев в году и умножаем на 120 тысяч рублей в месяц. Получается 79 миллионов 200 тысяч рублей. Блин, ну за 5 лет сапфира стабильного сделать, это может, ну, любой человек. Я даже, наверное, скажу, что за 5 лет сложнее делать, чем за год, либо за два. Ну, я сейчас, и ребята, вот топовые сейчас коллеги меня, ну, я уверен, поддержат. За 5 лет сапфира сделать сложнее, чем за год, либо за два. Поэтому лучше сделать пищу. И потом всю жизнь наслаждаться, ребят, пассивным доходом. Это совершенно другие деньги. Другие. Меня бесит, когда сравнивают. Типа, ой, ну сколько там директор у вас получает? Я говорю, ну вот недавно смотрел, говорю, 35 тысяч рублей. Ну и что, у меня тоже 35 выходит? Ты что, смеешься, что ли? Как эти деньги можно сравнивать вообще? Поэтому я еще раз, ребят, решил вам такие слайдники показать. Что делаем? Берем 5 собственников бизнеса в вашем городе. Ну, вы, наверное, знаете, ну, успешных каких-то бизнесменов. И берете топового лидера в вашем регионе. И сравниваете, какая вообще жизнь у них. И смотрите, что оказывается, свобода-то больше. Ну, я взял вместе прям фотографии и вставил сюда, чтобы легче было рассказывать про эти слайды. Да, давайте посмотрим, как прошел 2019 год для этих ребят, которые на этом слайде. Это, кстати, вот те, кто в Forbes ходят. Ну, и Владимир Полежаев. Значит, смотрим. Андрей Скотч потерял 2 миллиарда долларов. Михаил Гуцерьев потерял 1,5 миллиарда долларов. Алексей Дмитрия Найневы 1,4 миллиарда за 2019 год. Дмитрий Рыболовлев 500 миллионов долларов. И в Тушенков потерял 1,5 миллиарда долларов. Что делают эти люди, когда утром просыпаются? Они бегут. Они бегут смотреть новостную ленту, чтобы увидеть, какие там котировки сегодня на бирже. Что он там сегодня, сколько он сегодня там потерял, либо получил? На нервозе, ребят. Потому что тренды качает. Очень быстро все меняется в мире. И сегодня бизнес есть, завтра его нет. У нас с вами такой головной боли нет. Давайте посмотрим, какая жизнь у Владимира Полежаева. То есть, смотрите, мы же идем по тому же пути. И мы должны смотреть на людей, которые уже чего-то достигли. И мы же можем спроецировать, что с нами будет. Я думаю, что Владимир Полежаев утром просыпается. Да, такой, думаю, дай-ка, ну, компьютер включу там. Пим! Вот, смотрит. О, старший менеджер новая. О, директора новая в структуре. О, бриллиантовая директора. Исполнительная в структуре новая. Да что такое? Надо позвонить, поздравить. Понимаете, ребят, совершенно другие деньги. Я в Арифлейн приглашаю на свободу. Потому что свобода, она дает возможность заниматься собой, своим хобби. Ходить там, я не знаю, в спортзал. С семьей заниматься. А вы знаете, что детям сейчас для того, чтобы где-то стартовать в каких-то там, по спорту, в кружках, там, результаты какие-то делать. Да, нужно родителям покормить, одеть, что-то купить, отвезти, привезти. Блин. Мне иногда, когда я прям живу этим цирком, да, вот у меня сейчас вот младшая цирком занимается, да. И там очень много же родителей тоже в это вкладывают. Вот. Вот оно куда время, и куда это время можно тратить. Ну, и мой, это, кстати, ребят, недавно меня рассмешило. Я как маленький мальчик что-то вот прям честно рассмеялся. У меня ребята обсуждали, какая лучшая презентация там, вот эта, либо вот этого лидера, либо вот такая вот. И вы знаете, я решил, что, не в обиду всем, что самая лучшая презентация, это притча о водопроводе. Пабло и Бруно вы можете набрать в Ютубе. Я когда еще давно-давно не умел разговаривать, да, по Арифлейм, я мужиков собирал в офисе, и мы просто, я нажимал на кнопочку, и включал просто вот этот ролик. И мы его смотрели. Все. Он как нельзя лучше говорит о том, чем мы занимаемся. Ребят, я строю водопровод и приглашаю людей строить водопровод. Вот и все. Посыл мой из года в год не меняется. Это вот так вот рога в землю втыкать и работать. Да, сейчас меньше там чуть где-то детям, что-то еще, кому-то куда-то время, вот все собрали с круга жизни, да, и все направили сюда, в карьеру. Потому что бизнес Арифлейм вам потом даст столько свободы, столько времени, столько денег, что вы сможете вот этот круг жизни нагнать. Что, здоровье, да, не успевали, да, там, редактировать. Пожалуйста, вот у вас и деньги и время сейчас заниматься здоровьем. Детьми, да, пожалуйста, сейчас вы можете ездить хоть куда-то на месяц уезжать там с детьми. Родителям уделять там квартиры покупать, дома покупать, на конференции их возить. Да делай все, что хочешь там. Ну, и вопрос привычки. Поэтому, ребят, самое, наверное, ну вот еще, еще вот на этом слайде, знаете, что хочу сказать. Самое, самое страшное, что может с вами случиться в декабре, вот, на празднование нового года, это то, что вы войдете в новый год без четкого, конкретного плана. Не упустите еще год. Я вот сейчас говорю тем, кто работает не 7-24 в Арифлейм. Пропишите все, что вы от него хотите. Вот, чтобы вы вспоминали именно этот год. Что вы работали по четкому графику, что вы не ленились, выжили максимум из того, что можно было. Вот мои пожелания. Ну, и плюс, конечно, я приглашаю всех мужиков 9 февраля на мужской слет. Это, мне кажется, будет просто настоящая бомба. Вот, и причин, ребят, посетить этот форум, ну, на самом деле, несколько. Я вот просто вот так вот вам сейчас выделю. Первое, это инвестиции в себя. Это, ну, вы знаете, что это самые дорогие, да, и выгодные инвестиции. Потому что, ну, многие стараются вкладывать в бизнес, а нужно вкладывать вот сюда вот. И эти деньги не поддаются инфляции, да, и приносят по-настоящему большие проценты. Я сейчас, может быть, даже где-то для наших регионов говорю, потому что нам, вы понимаете, что не просто билет купить за 2-3 тысячи, а нам нужно на самолет купить билет за 30, 40 и 50 тысяч рублей. Поэтому просто смешно будет, если кто-то с Москвы, там, либо вообще с ближайших регионов, там, где вы можете, там, на машине добраться, там, за сутки, если вы не приедете, да. Мы с Дальнего Востока сюда уже 20 человек у нас, банда собралась, едет. Посчитайте, сколько мы на самолеты стратим. Мы едем туда за энергией, за мотивацией, за вдохновением. Ну, и смотрите, следующий момент. Наблюдая за лидерами, ну, вот, своей команды, я сделал вывод, что растут те, кто присутствуют на мероприятиях. Не те, кто смотрит это, ну, по Ютубу, да, а те, кто реально, вот, приехали, вот, и получили эту энергетику, мотивацию, почувствовали эту масштабность, да, возможность увидеть целую армию единомышленников вживую. Ну, что такое снять на телефон и увидеть воочию? Зачем бы тогда звезды приезжали в Благовещенск, когда можно просто, там, сходить чуваку, сказать, там, в Москве, слушай, сними, там, как Киркоров поет, перешли, я посмотрю, да, если бы так это было. Плюс, это возможность сделать очень крутой контент в интернете, в соцсетях, и тем, кто за вами наблюдает, мне кажется, ну, вам, вы повысите уровень восприятия бренда, да, Арифлейм в своем окружении, ну, вот, благодаря, там, сторисам, там, прямым эфирам, фото, видео, там, все, что вы будете выкладывать. Следующий момент, это все прекрасно знают, что для того, чтобы состояться в бизнесе, да, в Арифлейм, нужно принять решение. То есть, просто, вот, люди отличаются тем, что, вот, этот принял решение, этот не принял решение. И 90, в 90% случаев решение принимается вот на таких мероприятиях. Понимаете? А такое масштабное мероприятие, где будет такая бешеная энергетика, надо принимать решение серьезное. И я думаю, что это будет, ну, прям, трамплином в большой бизнес с Арифлейм. Ну, и плюс состав спикеров, вы уже много раз его слышали, это не просто классные спикеры, это практики бизнеса, профессионалы в своей области, чтобы поставить именно этих спикеров, собиралась огромный мужской коллектив и решали, кого поставить, да, проанализировали и решили, что на сегодняшний день это лучшие спикеры. Поэтому это все для вас, ребят. В принципе, у меня все, наверное, еще, знаете, момент, какой я хочу сказать, момент окружения, да, сегодня об этом говорили, я лишь добавлю, наверное, что те, кто, кстати, идет, покупает билет на форум, он попадает в чат МБФ бесплатно. И смотрите, что там происходит. Там практики бизнеса, топовые лидеры, да, и они что делают? Они обучают, бесплатно обучают. В чате всех, всех ребят, которые в этом чате отдают энергетику, вместо того, чтобы, отдают свои знания, вместо того, чтобы посидеть сейчас с семьей где-то что-то, да, они отвечают на вопросы, они дежурят в чатах. Вы видели, сколько много работы сейчас ведется топовым составом в этих чатах. А это все прямо или косвенно влияет на матрицу, на вашу. Поэтому однозначно нужно сделать все, чтобы попасть в этот чат. И не пропускайте ничего. Синхронизируйте телефон с машиной, да, и слушайте всю информацию, которая есть. Вся информация, которая идет в чате. Поток, ничего там, где-то остановились, потом переслушали обязательно все. Все, у меня на этом все, ребят. Спасибо за приглашение. Всем пока, успехов. И еще раз, я категорически запрещаю входить в 2019 год, не имея четких целей, четких планов на него. Так, ну что, друзья, два часа пролетели как за 15 минут. Давайте еще раз выразим благодарность всем спикерам, кто сегодня выступил. Я сейчас в завершении коротко расскажу еще раз об МБФ, расскажу о предстоящем форуме и самое, наверное, главное, как туда попасть, да, где, как можно будет приобрести билеты и как попасть вообще вот в этот уникальный чат, который мы создали. Итак, поехали. 9 февраля 2019 года, уже в следующем году, уже через буквально, даже меньше, чем через два месяца в Москве состоится большой мужской бизнес-форум, второй мужской бизнес-форум МБФ 2019. На нем, друзья, будет самый топовый состав лидеров Reflame мужчин, именно будет, да. Как вы уже знаете, да, в прошлом году у нас проходил подобный форум в Москве, ой, в Чебоксарах, у нас уже есть большой опыт, и мы весь его переняв, переходим в 2019 год. Посмотрите, какой будет состав хедлайнеров, спикеров этого форума. Во-первых, там будет наставник номер один, вообще, я считаю, номер один сетевого бизнеса, русскоязычного пространства, вообще всей территории СНГ, там будет Владимир Полежаев. Хедлайнером также этого форума будет уже очень известный человек Аркадий Цукер, сейчас, секунду, у нас слайды. Возвращаю слайды, секундочку. Аркадий Цукер, все вы его, наверное, видели по фильму «Временные трудности», да, и он будет со специальным выступлением именно для сетевого бизнеса, да, именно вообще, вы знаете, он очень крутой аналитик, он ведет очень крупные вообще корпорации, ну, по экономической части очень крупные корпорации, да, и вот у него будет выступление связанное именно для нас, для сетевого бизнеса. Приезжает мой любимый, наверное, один из также наставников, да, бизнес-тренеров, это Вадим Воловик, это очень крутой психолог, он приезжает специально из Америки сюда к нам, вот будет с очень крутым выступлением, именно он покажет MLM, сетевой бизнес, как профессию, да, как именно с профессиональной точки зрения, потому что у него огромнейший опыт, у него огромный опыт, именно он видит американский сетевой бизнес, да, и он придет сюда, расскажет о том, именно как профессионально развиваться здесь, и он очень круто, мне нравится вот эта его фраза, да, что все предприниматели сетевого бизнеса, они неправильно себя позиционируют, они позиционируют себя, как сетевики, но на самом деле это все маркетологи, и профессии маркетолог нужно обучаться, и он очень классно этому подает, и через это можно будет понять вообще именно, как профессионально здесь прокачиваться. Также будет выступление очень крутого тренера, режиссера, актера Игоря Незавибатько, и он даст, тема его выступления мужской энергии мужчин, то есть как вот эту мужскую энергию направить на вот русло развития, да, и как сделать так, чтобы ты всегда был заряжен, всегда был на позитиве, чтобы от тебя вот веяло вот этим успехом, развитием, да, чтобы ты всегда рос. Вот у таких людей, сейчас я на вопросы отвечу, также у нас будет выступление Евгения Чаргина, да, вы, наверное, все видели его видеоролики, но это абсолютный чемпион по бодибилдингу, и он растет, развивается на продукции wellness, он отрицает вообще всякие вот эти химические биодобавки, он только за натуральные продукты, и он очень профессионально, круто вообще расскажет о wellness, о том, как она необходима вообще в развитии чемпионства, да, в развитии, вот в спортивном развитии. Вот, это состав хедлайнеров форума, состав топовых хедлайнеров, те, кто будет выступать именно от компании Арифлейм, да, вы видите, Дмитрий Горбатко, сапфировый директор, который закрыл в этом году, кстати, на сцене будут выступать лидеры, которые закрыли звания, новые звания в этом году, да, видите, Дмитрий Горбатко, Сергей Гоглоев, Эдуард Васильев, Виталий Косицын, Виктор Кукушов, многих из них вы уже видели выступление, на нашем прошлом вебинаре, да, и можно будет увидеть выступление здесь вот вживую, у них у каждого своя тема выступления, каждый будет также раскрывать, ну, вот то направление, в чем они сильнее всего. Еще один важный момент, на этом форуме будет более 30 топовых лидеров бриллиантовой команды, где у всех гостей этого форума будет возможность пообщаться с ними неформально, да, вживую, то есть у них будет час неформального общения до мероприятия, с 9 до 10, мероприятие начинается в 10 часов по Москве, да, с 9 часов начинают работать уже зоны, где, зоны неформального общения, зоны консультативного общения с топ-лидерами, они встанут там по всей территории вот этого фойе, всего этого здания, да, и там можно будет к любому из этих 35 топ-лидеров подойти и пообщаться, да, это все будет в один день. Также будет в обеденный перерыв с 14.30 до 15.30 и час после форума, то есть можно будет подойти, неформально пообщаться с любым лидером, задать ему вопросы лично, сделать фотографии, сделать крутой контент, получить какие-то инсайты напрямую от этих людей. Также на этом форуме будет топ руководства компании Reflame, да, самые, ну, вы знаете, да, что компания Reflame ведут мужчины и как они ведут компанию, как она развивается, ну, видите, как она развивается сейчас, мы будем учиться в том числе и у нашего топ руководства и будем вместе с вами видеть направление, в каком сейчас движется компания Reflame. Девушкам, к сожалению, на этот форум пока нельзя, да, это форум именно мужской для мужчин. Девушки, для вас хочу сказать, что будьте мудрыми женщинами, да, сделайте так, чтобы ваши мужчины попали на этот форум, потому что после этого форума уже невозможно относиться к Reflame, ну, поверхностно, просто невозможно будет, потому что там вы видите, какой там состав лидерский, там будет такая мощнейшая на самом деле прокачка. Вот, поэтому сделайте так, чтобы ваши мужчины на этот форум попали. Осталось уже меньше 300 билетов на самом деле, да, на этом форуме будет всего 1080 билетов и уже осталось менее 300, билеты можно будет приобрести через ваших топовых лидеров, топовые лидеры это с уровня бриллиантовый директор и выше, посмотрите вашу цепочку наверх, напишите к нему лично, он вам подскажет, как приобрести билет. Остались только стандартные билеты, стоят они 2000 рублей, VIP-билеты уже все полностью раскуплены, вот, ну, собственно, у вас осталось мало времени, чтобы попасть вообще на этот форум. И еще один приятный бонус для всех участников форума, как только вы приобретаете билет, вы сразу же попадаете в тот самый элитный чат мужского сообщества МБФ Live, который у нас есть сейчас канал в Телеграм, в этом чате все эти организаторы этого форума, топ-лидеры еженедельно ведут дежурство, да, они проводят там вот сессии вопросов-ответов, дают вот знания, которые они сейчас считают нужным, актуальным для развития в сетевом бизнесе, вот, и, в общем, при покупке билета у вас сразу будет прямая возможность попасть в этот чат. Людмила, не обязательно должен быть зарегистрирован в Reflame, да, но, конечно, он должен знать информацию, куда он едет, не надо, как бы, отправлять человека, там, неизвестно куда. 15 часов. Вот. Про билеты сайт можно сейчас отправлю. Ну, мы с вами подходим к завершению, большое спасибо, уже, ну, осталось 700 человек, да, из 1000, кто дожил до конца, да, для вас самая вкусная информация, такие вебинары мы периодически будем запускать, девушки в этот чат не могут попасть, Настя, да, только для мужчин. Вот, большое всем спасибо, давайте обратную связь в ваших чатах, да, очень важно знать именно обратную связь, что вы взяли для себя, что вы начнете применять, да, ну, и самое главное, поставьте себе задачу, сколько людей вы повезете на этот форум и сколько ваших мужчин будет в сообществе MBF Live. Всем большое спасибо, успехов, успешного вам завершения каталожных периодов, завершения Нового года, в Новый год обязательно с новыми целями и новыми планами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok